уважаемые любители моих фотографических опытов как вы понимаете здесь я наставил всяких разных аппаратов которые собственно говоря символизирует важнейшие события в моей творческой деятельности связанные с фотографией наконец-то спустя шесть лет после начала этой обширной работы вышла книга 6 в серии искусство фотографии издательство виде эта книга вот она она называется портрет искусства фотографии и здесь сзади надпись которых я обычно не читаю но тут прочту книга рассказывает о создании статичных образов людей понятно фотографии это не движущиеся кино целью художественной фотографии является чистая правда портрета воплощенная в иллюзии сотворенного фотографом образ понятно то есть нужно снять чтоб чек был похож но обмануть его самого таким образом чтоб ему понравилось дальше при создании изящного изображения необходимо глубоко спрятать и одновременно ясно показать характер человека его судьбу и скрытые мысли полиграф в чистом виде но для умного достаточно а дурак не поймет увидит только сходство это непростая задача решается разными способами это правда изложили изложению краткой истории методом техники культурному возреванию представлений о художественной портретной фотографии посвящен настоящий труд вот собственно говоря краткое содержание того что здесь есть но посмотрим чуть чуть поподробнее многие спрашивают чего у меня все время тикает нет это не бомба не надейтесь это тикает вот такой морской секундомер который очень люблю который в свое время стоил в антикварных лавках санкт-петербурга примерно как бутылка плохой водки но бывшие морские офицеры были вынуждены их сдавать поскольку это память о их службе а их преданности морскому делу пошла на колбаску ну потому что их надо было свое время кормить иначе бы с другой стороны мне такой прекрасный 30 минутный секундомер бы не достался с двойными стрелками двойные они почему потому что когда пускаешь торпедку в дружеский корабль например вооруженных сил сша военно-морских или еще лучше англосексов их дырявые коры то особенно хорошо тонут как известно с времен 2 мировой войны ты засекаешь сначала пуск торпедки а потом там отсечка есть когда она должна воткнуться в доброго соперника в общем я люблю секундомер потому что он точно показывает мне сколько мне надо сказать времени и напоминает о том что подгоняет меня что сказать ясно и кратко что было интересно вам уважаемые слушатели так что это такой плетка семихвостка своеобразная с рыболовными крючками по маркизу до стадо который меня дисциплинирует и так сегодняшний момент такой интересный связан с тем что от вышла уникальная книжка которая рассказывает о очень разных вещах связанных с портретной фотографии но начинается она конечно с эпохи дагерротипов потому что здесь впервые проведены несколько десятков фотографий самого начала с 1800 примерно сорок второго года начала этой самой деятельности но дагерротипов здесь все можно в интернете прочитать как они делались кто чего как и на фоне океана вранья и глупости очень приведено мало этих дагерротипов здесь они есть есть те которые никогда раньше не публиковались включая даже губернатора города нью-йорк 17 который в единственном экземпляре сохранился он здесь приведен кроме этого здесь рассказывается о том как совершенствовалась эта технология потому что собственно говоря вся фотография она формировалась она возникла и поддерживалась активно тем что позволяла запечатлевать людей сначала просто фиксировать но хоть как-то с выпущены глаза замершими на несколько десятков а то и секунд а то и минут чтобы хоть что-то получилось об этом здесь рассказано про все технологии про все особенности и самое главное о том как менялись художественные представления о портретной фотографии долгое время это просто была фиксация на разные м-бротип и ферротип то есть и эти уличные рыночные фотографы и прочее прочее да здесь все это отражено в той или иной степени кроме этого рассказано о том как совершенствовалось понимание того чего надо изобразить ну как возникали постановочные сюжеты как начинали работать с освещением есть какие простейшие примеры которые любителям фотографии надо бы знать да и кроме этого рассказаны про всякие инструмента которые начинаются от с объективов вот такого размера в том числе подробно рассказываю почему объектив такого размера в данном случае дороге один из самых крупных вот с такой входной линзой почему-то получается им лучше чем даже современной лейкой вот сумме кроном 90 миллиметров в чем дело в чем разница кажется архаичный не в общем низкоразрешающий объектив а здесь шедевр оптики техники что давали в свое время полуформатные камеры как релефлекс или то что можно добиться камеры 13 на 18 том числе и привожу не только исторические портреты разных людей разных фото отелье рассказываю как они работали как снимали чего хотели самое главное в том числе я и занимаюсь всякими приятными моментами удовольствием привожу свои портреты то есть те которые делал камерами 8 на 10 дюймов и 24 на 30 сантиметров и 13 на 18 в том числе специальная портретная съемка которая была так сказать создана организована и сделана специально для получения классических портретов в том числе привожу и очень известные портреты фотоателье которых снималась вся царская семья это достаточно интересно потому что их техника их подход к фотографии он как раз многие вещи раскрывает которые у нас к сожалению потом в эпоху глухой совдепии были начисто утрачены промча и рассматриваю как какие представления были в россии вы же поймите что в россии фотоаппарат появился в том самом 1839 году уже три штуки было продано так что все здесь было непросто и поэтому я рассказываю этих приемах фотографических этих интересах и взглядах на фотографию том числе художественных которые формировались в россии в россии много было чего придумано не только процветали такие как бессон и эглер которые составляли цвет фотографического портретного искусства в санкт-петербурге но и то что придумали мы сами придумали мы сами довольно много и об этом здесь тоже будет идти речь на примерах в том числе сделано современными фотокамерами приемах которые объясняют чем объектив диаметром 65 миллиметров с входной линзой для портрета лучше чем объектив с диаметром входной линзы 40 миллиметров в чем принципиальная разница то есть с одной стороны такой своеобразный экскурс в историю фотографии начиная с ее зарождения где я собственно говоря рассматриваю различные совершенно примеры того как фотографическая и техника и оптикой самое главное ее результаты работы трансформировались но я здесь очередной раз вспоминаю о том что шевалье все-таки создал объектив пицвали а тот его просто спер но и много чего другого здесь нет никакого касательства ландшафтной еще какой-то фотографии если будут силы я сделаю потому что там тоже много иллюзий связанных с анселлм адамс который как то его деятельность скажем так переоценена и оценена при этом с неправильной точки зрения но я видел его живьем я бывал музей адамс и сша и много видел его работ поэтому мне есть что сказать по этому поводу это будет сказано когда-нибудь но пока речь идет о портретном искусстве все-таки мы больше всего любим что делать фотографироваться а потом рассматривать причем здесь есть специальные разделы посвященные например той оптики которые уже писал мягкой который позволяет убрать дефекты с физиономии значит различных девушек не аккуратно выдавливающих свои прыщики я многом чем другом то есть зачем как это все делалось кроме этого здесь есть небольшой раздел посвященный цветной фотографии просто цвет он возникал в попытках фотографических много раз значит это об этом написано уже там а работ но реальность такова что на самом деле только митте создал первую но более-менее удобоваримую систему которая у нас в стране известна под фотографии паракузина горского он у него поучился в 102 по моему году и в четвертом уже начал сам производить цветные фотографии трехцветным способом по митте и даже открыл собственную типографию в которой эти мурзилки и делал который затем вклеивались фотографические журналы вот будет рассказ о том из чего и как делал свои фотографии митт с при с образцами с примерами непосредственно с оригиналами его работ и с анализом того как достигалась вот эта цветопередача и ну и соответственно и прокудин горского включая его самые крупные портреты из которых как известно самый большой вот такого примера размера портрет принадлежал вы николаевичу толстову тоже там была работа с оригиналами и там раскрыта суть из чего это все состоит и как все это выглядит надеюсь что вам понравится плюс книжка вся наполнена практическими советами то есть чего и как делать как сделать высоко художественные снимки например без фотошопа что такого можно чем можно добиться то есть заставить камеру работать как во времена раннего пикториализма не возясь при этом с компьютерными прибамбасами мне кажется что это интересно сделать сразу при съемке тогда вы понимаете что вы делаете и чем дело закончится чем сердце успокоится поэтому на желающие могут эту книгу заказать приобрести в издательстве виде как обычно к сожалению вот такой чудесный комплект которым иногда ко мне обращаются подписать его он к сожалению почти его уже невозможно собрать потому что некоторых книг просто физически нет они там 20 экземпляров осталось мало вероятно что к тому моменту когда этот ролик выйдет они будут еще доступны в продаже хотя в некоторых магазинах или например фотомагазине фото на кутузовском там еще какие-то остатки есть можно чем-то и поживиться но эта книжка только вышла хотя тираж очень небольшой как вы понимаете поскольку любителей разбираться хоть в чем-то раз-два и общался а вот любители щелка 13 айфонов полно здесь не об этом если настоящем фотографическом искусстве и поэтому книжка обращена для тех кто любит это занятие имеет два глаза достаточно широких для того чтобы понять что он видит надеюсь что в этом книжка как раз вам и поможет так что удачи если понравится приятного прочтения ну и соответственно рекомендации следовать инструкциями и достигать портретов высочайшего класса осмысленных а не случайных до свежения уважаемые любители фотографий